Кори Грейв сказал, что считается второй лицом лучшим в мире. Друг Макинтайр хочет матч с Джоном Сидной на Рассламае 39. Саша Бэнкс уволили с Дэби-Дэби. Всем привет! Вы на канале Алан Блэк. И это Врэстинг Ньюз, шестая часть. Поехали! Выход Саша Бэнкс с Дэби-Дэби произошел несколько недель назад. Еще больше подтверждений того, что Саша Бэнкс ушла с Дэби-Дэби. И похоже, что освобождение произошло некоторое время назад. Мы до сих пор не знаем, работали ли Наоми в компании и каковы ее планы. Наоми и Бэнкс хранят молчание с тех пор, как в прошлом месяце ушли с компании. Дэби-Дэби обычно добавляет 90-дневный пункт неконкуренции, когда они выпускают таланты. Но неясно, относится ли это к Бэнксу. Вторая новость. Дэйв Мельцер сегодня появится на СНН, чтобы порассказать о Винси Макмехоне. Мельцер много раз появлялся на СНН, в том числе в течение нескольких недель после самоубийства Криса Бенуа. Мельцер также поддерживал контакты с Макмехоном и другими высшими должностями лицами компании на протяжении десятилетий. Как отмечалось ранее, Дэби-Дэби объявила, что Винси Макмехон временно отошел от своих обязанностей. Обязанностей генерального директора. И его дочь Стефани Макмехон будет исполнять эту роль, пока его нет. Винси Макмехон продолжит работу с треативом. Кори Гриф сказал, что считает Сетероллица лучшим борцом в мире на сегодняшний день. Как фанат этого дела, по моему мнению, не совсем скромному мнению, Сет Чокнутый Роллинз лучший спортивный артист, профессиональный борец, суперзвезда, какой бы ярлик Бенуа не положили, на земле, не только в Дэби-Дэби, не только в Америке, во всем мире, сказал Грейпс. Я верю в это, в своей душе, после просмотра Траво, что Роллинз делал ночь за ночью, неделю за неделю, в течение многих лет. Когда Роллинз на ринге, вы никогда не будете расчарованными, но трилогия матча с Коди, а затем восстановление после проигрыша в камере в аду, подойдя к короткому концу этого горячего соперничества, центральная история, не терея ни о секунде, но вставляет себя выше в ряд, как номер одного злодея, плохого парня на Манды Найт Роу, и продолжать штампировать эти эпичные матчи, почти без усилий, на мой взгляд, никто не может тронуть Сета Фрикен Роллинза. По сообщению Дэби-Дэби опасается, что Рэнди Ортон может быть выведен из строя до конца 2022 года. Рэнди Ортон некоторое время назад лечится от травмы спины, и несколько недель назад было принято решение снять его с телевидения, чтобы он мог выздороветь. Вайфу Селек сообщает, что дошло до того, что он действительно проделал работу, чтобы учить свои состояния, перед матчем за Дэби-Дэби-Андиспьютер-Тэк-Тим-Чэппеншип на Дэби-Дэби-Смэкдаун 20 мая, хотя неясно, в каком объеме была проделена работа. По чёте говорилось, что всё становится всё хуже, и до Дэби-Дэби опасается, что Ортону придётся перенести операцию. Если это произойдёт, то он, скорее всего, выведет из строя до конца года. До сих пор неясно, что это за травма. Друг Макентайр по-прежнему полен решимости сразиться с Джоном Сидной в одиночном матче. Друг Макентайр боролся с некоторыми из самых громких имён в профессиональном рейтинге, такими как Брок Лесснер, Рэнди Ортон и Роман Рейнс. Но есть одна звезда, с которой он не боролся в одиночном поединке. Это Джон Сина. Друг Макентайр говорил о желании сразиться с Синой на Русселмане 39, и удвоил своё желание, чтобы этот матч был забронирован. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Alan Black. Напишите в комментариях, что вы хотите видеть на моём канале. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok